Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Вызов принят. В Бобруйске определили лучшую аварийную бригаду в республике. Разработан акт, положение утверждено и уже частично опробовано в рамках производства. Какие навыки пригодятся специалистам при реальном ЧП? Поворотный момент. На перекрестке Крылова и Шевченко столкнулись иномарки. Неожиданно, когда сработали подушки безопасности, когда это все тебе в лицо. В силе целые. Кемпинг вместо уроков. На Белом берегу прошел туристический слет педагогов. Молодая картошечка, пропавшая дымком. Что может быть лучше в осеннем лесу? Кто танцевал под хаван-агилу? А также союзная повестка, народный символ и уникальная техника. Беларусь поставит в Россию рекордное количество карьерных самосвалов. Насколько машин договорились. Геополитическая ситуация. Президент с рабочим визитом направился в Россию. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина стартовали еще до полудня. Главы государства регулярно проводят встречи, сверяют часы по ключевым вопросам белорусско-российского сотрудничества, а также по международной повестке. Лидеры совсем недавно встречали в Самарканде, но договорились, учитывая объем двухсторонних отношений, пообщаться с глазу на глаз. Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что мы можем жить и существовать нормально. Правильно, очень правильно повторили вот эти пункты наших договоренностей. У нас с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских военных мы и так летаем. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Ну а Европа, если она отшумела, я про тех не говорю за океаном. Ну пусть они думают. Пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией. Где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну а без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Россия. Гигантская страна. Какие могут быть унижения? Запад не прекращает санкционное давление на Минск и Москву. На этом непростом внешнем фоне Беларуси и Россия усилили совместную работу по импортозамещению. Даны соответствующие поручения правительству. Здесь есть немало резервов. Удар по кошельку и нервам. В Бобруйске столкнулись две иномарки. Хюнде двигалась по Крылова. В это время Фиат поворачивал на Шевченко. Как итог, у корейца разбитые передние фары, смят капот. Куда серьезней пострадал итальянец. У автомобиля с корнем вырвано колесо. Госавтоинспекция проводит проверку. Неожиданно, когда сработали подушки безопасности, когда это все в лицо и дымовая машина вся в дыму, конечно, не очень приятно. Зачастую причиной аварий становится пренебрежение ПДД. В Могилевской области за прошедшие выходные зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Зафиксировано больше тысячи нарушений правил дорожного движения. Задержано 12 нетрезвых водителей и 29 бесправников. Продовольственная безопасность, бесплатная консультация и народный проект. В стране планируют создать символ памяти жертв геноцида в годы Великой Отечественной. До какого числа принимают заявки? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Регионы страны активно формируют стабилизационные фонды. Предварительно овощи проходят контроль качества и попадают в холодильные камеры. Зимой картофель, капуста, морковь и лук поступят в торговые сети, а также больницы, школы и детские сады. Первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок. В республике растет заболеваемость ОРВИ, в том числе и ковидной инфекцией среди детей. Однако темп прироста ниже, чем в прошлом году. Тяжелых пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. К слову, сейчас учащимся разрешили отсутствовать на занятиях без медсправки до пяти дней. Беларусь поставит в Россию рекордное количество карьерных самосвалов. Уже есть заказ на 900 машин. Больше 11 тысяч сейчас работают в стране-соседке. Спросом пользуется техника грузоподъемностью в 130 и 220 тонн. Есть планы экспорта и беспилотников. В стране планируют создать уникальный народный символ памяти жертв геноцидов в годы Великой Отечественной. Минкультуры при поддержке Генпрокуратуры проводит конкурс эскизных проектов. К участию приглашаются авторы, коллективы, скульпторы и архитекторы. Заявки принимаются до 1 ноября. Подробная информация на сайте организаторов. Нотариальные конторы и бюро в рамках республиканской акции, приуроченной ко Дню пожилого человека, проведут бесплатные консультации 30 сентября. Специалисты ответят на вопросы, которые касаются оформления наследственных прав, составления завещаний и отчуждения недвижимости. Обратиться за юридической помощью могут пенсионеры и инвалиды. По комфортному пути в Бобруйске продолжается ремонт дорог. Работы ведутся на Карла Маркса от Орловского до путепровода Крылова. Подрядчик ДСУ-16. В режиме нон-стоп трудятся два асфальтоукладчика, четыре катка, грейдер и погрузчик. Ремонт вносит временные коррективы в движении транспорта. Одна из полос перекрыта. Асфальтирование практически уже завершено. То есть сегодня будет завершен основной ход. Завтра завершим съезды-заезды. И останется у нас по Карла Маркса сделать два подхода к остановкам в районе улицы Орловского. Параллельно идет апгрейд Первой Луговой и переулка Богдана Хмельницкого. Здесь кипит работа по укладке асфальтобетонного покрытия. К слову, в 2022-м в городе уже отремонтировано более 220 квадратных метров улично-дорожной сети. Это на порядок больше, чем сделано за весь прошлый год. Классные журналы в сторону. В урочище Белый берег уже в одиннадцатый раз прошел тур слет педагогов. В течение трех дней 13 команд состязались в спортивных баталиях, показывали творческие номера и полностью окунулись в походную жизнь. Душевной атмосферой прониклась Татьяна Горбач. 13 команд самых ловких и творческих педагогов города в одиннадцатый раз собираются на Белом берегу. Туристический слет объявляется открытым. И сразу в бой. Первое испытание – спортивное ориентирование. Участники преодолевают неизвестную им трассу по пересеченной местности и отмечаются на контрольных пунктах. Дорога каждая минута. Это возможность объединить все коллективы, создать миролюбивую обстановку, привлечь молодежь, тех молодых специалистов, которые прибыли в начале учебного года и приступили к своим обязанностям, создать еще раз им такой дружеский микроклимат, успешно начать учебный год в такой прекрасной обстановке. О проживании и питании команды позаботились заранее. Палаточные лагеря разбиты по всем правилам. Предусмотрено место для хранения дров и туристического инвентаря. В центре – очаг, под рукой, как и положено, огнетушитель. Учтена каждая мелочь – коврики, спальные мешки, котлы, топоры и пилы. Здесь же рукавицы, фонарики, аптечки и, конечно, запас продуктов на двое суток. Готовят самостоятельно. Что может быть вкуснее обеда, сваренного в котелке? Молодая картошечка, пропахшая дымком, что может быть лучше в осеннем лесу? Главное – поддерживать огонь и не забывать подбрасывать дрова. Туристический быт оценивает строгое жюри. Команды подходят к вопросу креативно. Гимназия «Колледж искусств» украшает вход в лагерь цветочной аркой. На пушке леса бросает якорь каравелла с черными парусами. На флаге – улыбающийся череп. Это пираты местного залива из шестой школы. Коллектив очень долго ждал этого события, потому что для нас это всегда праздник, для нас это всегда какая-то возможность выехать на природу, разнообразить свою жизнь. Это удовольствие от общения с друзьями, с коллегами по работе. Учителя продолжают удивлять и во время конкурса представления команд. Серьезные люди из 21-й школы зажигают искрометным стендапом. 32-я поет и играет на трубе. Гимназия «Колледж искусств» устраивает настоящее шоу с национальными белорусскими костюмами, классическим балетом и танцами под хава-нагилу. Педагоги, как всегда, на высоте. Это удивительное мероприятие и настроение такое же удивительное, несмотря на погоду. Турслеты – это то, что нас всегда объединяет, то, что дает нам возможность на какое-то время забыть о работе и пообщаться в тесном кругу своих коллег, поделиться впечатлениями и вообще оздоровиться и понять, что жизнь наша прекрасна и удивительна. Программа следующих дней не менее насыщена. В этом году специалисты преодолевают 4,5 километра туристического маршрута, участвуют в эстафете и демонстрируют творческие способности в конкурсе «Патриотической песни». Форум посвящают году исторической памяти. В общекомандном зачете – золото у второй гимназии, бронза у первой, серебро у второй школы. Однако здесь все же главное – активный отдых, чувство единения и осознание, что коллеги никогда не подведут. Ведь с ними не страшно и в огонь, и в воду. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Обнаружить источник и устранить. В городе прошел конкурс на лучшую аварийную бригаду в республике. На учебном полигоне «Бобруйск-газ» встретились команды со всех областей. Задание для участников – имитация вызова с запросом «Запах газа на улице». Такие соревнования – отличная возможность проверить работоспособность и эффективность сотрудников во всех уголках страны. За плечами представителей организаций два этапа. Конкурс рационализаторских предложений, то есть то, что в рамках домашних условий наши бригады отработали, значит, что-то придумали, соответственно, рассмотрели это на своих комиссиях, утвердили приказами о рационализаторских изобретениях на уровне предприятий. Соответственно, разработан акт, положение, утверждено и уже частично опробовано в рамках производства. Прошла проверка и теоретических знаний. Лучшим слесарем признан сотрудник «Бобруйск-газа» Алексей Прокопенко. Общекомандное первое место завоевали представители из Молодечно. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok